Сегодня мы находимся в отеле «Советский», где проходит форум представителей деловых кругов и российского бизнеса, а также церемония награждения лауреатов в области культуры и бизнеса «Национальная бизнес-премия ТОП-20 успешных бизнес-проектов». Это ежегодный национальный конкурс и премия, в рамках которого происходит широкий спектр обсуждения, а после поэтапного отбора определяются и награждаются лучшие представители различных областей бизнеса. Сегодня, 16 апреля 2022 года, мы собрались в этом легендарном зале ресторана «Яр», чтобы чествовать самых выдающихся, самых ярких, самых успешных и смелых представителей бизнеса общества и не всякого сомнения самых высокопрофессиональных людей. Вот нас часто спрашивают иллюзионистов, что для нас такое чудо. И чудо — это когда мы с вами просто творим добро, потому что сегодня это происходит настолько редко, что сравнимо с настоящим чудом. Творите добро, и мир будет по-настоящему волшебным. Прежде всего, основной совет я бы дала — ничего не бояться. Потому что если путь определен, человек, как правило, сам для себя определяет этот путь, эту дорогу, то прежде всего надо ничего не бояться, надо понимать, что если ты четко простраиваешь свой план действий и просто идешь по нему, то все будет хорошо. Во-вторых, нужно выстраивать отношения, потому что суть бизнеса — это отношения между людьми, между коллегами по работе, между партнерами, между клиентами, между конкурентами. И вот это умение выстраивать отношения между людьми — это на самом деле чисто женское качество. И поэтому женщинам часто в бизнесе бывает проще плавать, чем мужчинам, хотя бизнес — это абсолютно мужская поляна до сих пор. Вот сейчас есть некие флагманы, в основном люди, которые управляют компаниями, они прошли 90-е годы, они прошли огромное количество кризисов, которые уже были. Поэтому сказать, что без потерь — нет. Сказать, что это кого-то вышибет из седла, наверное, вышибет тех, кто еще в кризисах не был. Ну, пусть смотрят на флагманов, как они проходят, соответственно, сценарии разные, как выходить, как цепочки поставок перестраивать. Вот мое глубокое убеждение — ничего страшного для бизнеса не происходит. Это уже вторая церемония награждения в рамках национальной премии в области культуры и бизнеса, целью которой является рост ценностей российского бизнеса. Основная задача премии — продвижение российского предпринимательства в нынешних условиях санкций Запада против России, а также определение самых интересных и выдающихся решений компании в области коммуникаций и чара организации бизнес-процессов, корпоративной и социальной культуры. Смотрите, какое прекрасное место, где мы находимся, ярко. Просто шедевральное место, это замечательный ресторан, и это отель, я так понимаю, уже правильно. И, насколько я знаю, здесь очень было много исторических личностей. Распутины, т.д. и т.п. А вообще, а премия? Прекрасно, слушайте. Организаторы просто большие молодцы, что именно здесь сделали это действо. Вот. И очень приятно находиться чуть с другими людьми другой профессии. Они по-другому, но они все равно наши. Они такие теплые, они такие настоящие, искренне открытые. На самом деле, конечно же, премия объединила всех самых топовых предпринимателей. Хотелось бы всех предпринимателей спотыгнуть на то, чтобы не повышались цены для наших людей. Я думаю, что наши обязательно что-нибудь придумают. Мы верим в Россию. Россия — вперед! Великая страна. Конкуренция на рынке происходит так же, как она происходила и до этого. То есть всегда есть крупные игроки, сильные игроки, которые предоставляют свои услуги. Все стремятся к тому, чтобы их услуги были правильным образом оценены. Они должны быть достаточно высокого качества, соответствовать некоторым стандартам. А если ты действительно соответствуешь этим стандартам, то ты выигрываешь в этой конкурентной борьбе. Это основа. Как можно сохранить свой бизнес в нынешних условиях? Работая, имея четкую, понятную, конкретную стратегию, разрабатывая тактики, которые, конечно, могут меняться, имея очень четкий план действий и системно-системно работая. Бизнес — это прежде всего объединение ресурсов. Не хватает именно понимать, что деньги бывают счастливые и несчастные. И не хватает именно того, чтобы необходимо развивать денежный интеллект. Обратиться ко мне, чтобы я научил стать счастливым вне зависимости от количества денег. Это не деньги, это доступ к ресурсам. Поэтому для того, чтобы сохранить бизнес, нужно обеспечить себе доступ к максимальному количеству ресурсов. К административному, человеческому, производственному, денежному и так далее, и так далее, и так далее. И тогда бизнес выстоит. И, конечно, надо искать постоянно новые идеи. Новаторство сейчас — это суть бизнеса. Премия проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты России, Союза женских сил по поддержке гражданских инициатив, Ассоциации банков России и Союзе пиарщиков России. В наше непростое время эти сильные, активные и предприимчивые люди смогли найти в себе устойчивость, упорство и целеустремленность в продвижении предпринимательства. Ну, то, что многие страны стали недружественными, это, конечно, не совсем соответствует действительности. Ну, да, действительно, там, с точки зрения политики, которой мы касаться не будем, Есть определенный круг стран западного мира, которые, ну, не то чтобы недружественные, Но в свете политических санкций они тем или иным образом заморозили свой бизнес. Но рынок никогда не бывает пуст, сразу же на вот это вот святое место устремляются азиатские компании, Которые, ну, как мы понимаем с вами, что темпы ростов экономики в Азии гораздо выше, чем в западном мире. Я сегодня буду рассказывать об Индии, в частности, как об окне возможностей. Я вам могу сказать, что, на мой взгляд, никакой проблемы в связи с этим нет. Что такое бизнес? Это риски и неопределенности. Вот это вот умение жить в ситуации рисков и неопределенностей, работать в такой ситуации, И делает из человека предпринимателя. Собственно говоря, это и становится образом жизни предпринимателя. Постоянное пребывание в рисках и неопределенности. И умение выживать в этом. Условия есть и возможности есть. То есть, опять же, при отсутствии страхов и желания, самое главное желание, наверное, то государство пойдет навстречу бизнесу всегда. В 2019 году я участвовал в одном мероприятии, это форум стран Шоссбрикс. Тема круглого стола была о продвижении предпринимательской инициативы. Я очень быстро рассказал, так воодушевленно, об успешном опыте продвижения предпринимательской инициативы, а потом сказал, вы знаете, любой предприниматель должен быть готов к тому, что его убьют, обворуют. И там сел депутат Госдумы, говорит, да, да, Егор Александрович, и посадят. Вот. Я говорю, я не пессимист и не оптимист, я жизнерадостный реалист. И в этом и есть суть введения любого бизнеса. Да, только сегодня вот рассуждали на тему инвестиций в недвижимость, как вот что получилось месяц или два назад, когда очень сильно повысился курс доллара, все побежали почему-то не продавать этот доллар по 115, а покупать зачем-то. Люди, это и вот и характеризует уровень финансовой грамотности очень низкий, потому что люди делают те вещи, которые делать не надо. Все это касается и автомобилей, и недвижимости, в том числе люди стали скупать все подряд, чтобы только куда-то вложить свои деньги. Что потом происходит? Проходит время, начинается стабилизация, и люди понимают, зачем я вообще это себе купил, когда мне это вообще, а, не надо было, б, это очень дорого стоило, б, потом невозможно будет продать. Что ждет ипотечную сферу сейчас? Какой интересный вопрос. Знаете, он достаточно актуальный для многих, кто пользуется ипотечными кредитами. Сейчас у нас не очень хорошее время для ипотеки, как все это знают, но как институт кредитования в сфере ипотеки, это, конечно, очень хороший инструмент, который, я надеюсь, возродится в ближайшее время, ставки будут более приемлемыми, и мы будем по-прежнему решать же лишние задачи или вопросы населения с помощью этого хорошего инструмента. Чем больше будет возможностей, которые банки будут предоставить со временем, чем быстрее будет снижаться ставка по ипотечным кредитам, где, конечно, будет лучше. Бизнес сам по себе своим фактом существования уже участвует в обществе, потому что он производит продукты, он предоставляет услуги, он дает работу с сотрудником, он платит налоги, и он много чего полезного делает. Так что сам по себе бизнес – это уже часть общества. Надо как бы работать так, чтобы оставлять за собой не выжженное поле, а хорошую, такую вот благодатную долину. Здесь и предприниматель, он несет ответственность за результаты своей деятельности перед обществами, перед теми, на кого он влияет и кто на него влияет. Но при этом и общество несет ответственность перед предпринимателями, потому что общество, в принципе, должно осознать, что именно предпринимательская энергия, предпринимательский труд, предпринимательская инициатива, они являются движущими силами развития. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы и общество создавало условия предпринимателю для того, чтобы он мог работать и максимально свой потенциал использовать. Надо строго соблюдать свой финансовый план, свою цель, свою стратегию и не делать поспешных и других выводов, которые потом могут привлечь тебя в необдуманные поступки и в потерю, конечно же, денег. Такие мероприятия, мне кажется, нужно проводить чаще, потому что от малого и среднего бизнеса сейчас очень много зависит. В стране вы все это знаете. В рамках церемонии награждения пройдет традиционный аукцион, цель которого – сбор средств на оказание помощи для благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Дорогие друзья, я не буду повторяться, в этом очень важно иметь возможность и помогать. Может быть, цена дойдет до каких-то фантастических высот, но вы покажете, что вы тоже участвуете в этом процессе, в этом очень нужном процессе тех, кто ждет нашей помощи. Просто привлекать больше людей, проводить больше мероприятий, проводить большую информационную политику, потому что фондам сейчас тяжело. Фонды испытывают большие сложности. Допустим, многие волонтеры, которые в пандемию хотели работать с детьми, они не могли этого сделать, потому что были карантины. Карантины сейчас частично продолжаются. И фондам, ну, они действительно, они испытывают нужду и в финансах, и в поставке оборудования, в поставке медикаментов, естественно, детям. Поэтому сейчас, наверное, нужно наши усилия увеличивать и удваивать, потому что с нас, как с людей, которые могут помочь, никто ответственности не снимает. Все-таки фонд медицинский, поэтому наша главная задача сказать «Плюс одна жизнь» не помочь детям получить новейшее медицинское обслуживание. У нас есть адресная помощь. Это более 12 500 детей нам удалось спасти. Мы покупаем оборудование новейшее, вот я говорю, космическое оборудование. Мы поддерживаем научные исследования, потому что без научных исследований мы тоже не сможем помочь детям в той мере, в какой мы хотели бы. Каждый участник проекта сможет поделиться собственной бизнес-моделью, получить новые знания, деловые контакты, претендовать на гранты и инвестиции, а главное – возможность получить поддержку по продвижению своего бизнеса. Национальная бизнес-премия 2022 года. Какой номинации? Номинации «Международный проект». «Лучший международный проект». Во всемирном конкурсе «I go live». Расскажите, пожалуйста, почему за вашей методикой летят со всего мира? Дело в том, что она, во-первых, авторская, уникальная и суперэффективная, так скажем, потому что она является на сегодняшний день единственной технологией, которая является комплексной для решения широкого спектра дисфункций о продвижении аппарата, начиная от склеозов, мигрений и прочих нарушений, осанки, походки, прикуса, в принципе, всего, что завязано в нашем скелете. Ну, собственно, клиника была создана именно для того, чтобы я мог свою медалью передать специалистам, для того, чтобы большее количество людей ее, собственно, смогли получить. Я еще знаю, что вы открываете свою клинику в Питере. Ну, на самом деле, план, он грандиозный, да, масштабный. То есть это пилотные проекты, которые будут потом в виде франшизы распространяться по, ну, надеюсь, всему миру. Наш проект оказывает психологическую поддержку людям в это интересное турбулентное время. Все посыпались, все немножко в растерянности, что делать. Собираемся, работаем, живем, двигаемся дальше. Уже несколько месяцев мы оказываем поддержку бесплатно. Люди через ассистентов записываются к нам. И несколько часов в день, несколько клиентов. Я сама лично веду, помогаю. И, в принципе, наша уникальная система позволяет нам решать любой фактический запрос за одну сессию. Ну, редко люди возвращаются с одним и тем же запросом. Просто мы в следующий раз, если они приходят, прорабатываем уже другой запрос, но максимум три сеанса. Абсолютно любой человек? Абсолютно любой запрос. Абсолютно любой человек заполняет анкету на сайте. Анкета проваливается к ассистентам. Я даже не знаю, с кем за 15 минут до консультации я буду общаться. Перед консультацией я сажусь, открываю анкету. Ну, и Паша. Вместе. Я схожу с ума, ребята. Ну, вы тоже поете? Нет? Все, а вы выпиваете. И вообще она какая? Вся такая. Раз такая. И вообще она все вместе. Раз такая. Что значит бизнес? Бизнес-лаборатория. В сегодняшнем мире мы должны уже понимать, что мы живем в рыночной среде. А все-таки у нас все наше образование, и школьное, и университетское, там, институты, они все нацелены на старую систему, где больше воспитывались исполнители, а не предприниматели. Предприниматель – это не владелец ООО, или там руководитель, или ИП. Нет. Предприниматель – это человек, по сути, который что-то предпринимает. И неважно, он работает на какой-то работе, на простой, неважно. Ко всему можно отнестись очень творчески и с предпринимательским подходом. Мы разрабатываем систему, что нужно знать сегодня уже и школьникам, и студентам, для того, чтобы они выходили из мира экономики и чувствовали там себя спокойно, свободно. Чтобы они не думали о деньгах. Не думали о деньгах именно потому, что они у них есть. Тренинги, обучение, опыт бизнесменов, который есть, российский, мировой. Все это следит в единое целое. Бизнес-базу, знания, которые, снова повторюсь, должны знать. У нас проект по получению онлайн-профессии. Это СММ, это продвижение, развитие, интернет-маркетинг. У нас огромная школа по возможностям, и Лада, наш учитель, основатель школы, потрясающий энергетики человек, который умеет зарядить, направить на путь истинный, и она умеет выводить из зоны комфорта. Это очень ценно в наше нелегкое время. А в чем секрет вашего успеха? Вот как раз в ней и, наверное, кроется наш секрет, в ней и в той команде, которая она вокруг себя сплотила. Я номинирована в топ-5 специалистов белого списка, к которым рекомендовано обращаться. Ко мне можно обращаться по вопросам по работе с подсознанием. Как вы считаете, в чем вы лучшая в своей профессии? Ну, мне кажется, как раз-таки в этой душевности, в этой внутренней своей энергии, настроении, в моем чувствовании, как раз-таки основываясь на позиции любви. Вот, поэтому мне очень классно получается это все скомпоновать, прочувствовать и раскрыть в другом человеке. Вот это он, представляете? Вы приложение открываете, а это он и его команда создавали. То, чем вы сейчас пользуетесь? Мы начинали с Европы и Америки. Мы продвигали очень много приложений и разрабатывали мобильные игры и приложения. А сейчас мы пришли на рынок, на российский рынок IT и уже себя зарекомендовали как надежного партнера и субподрядчика для разработки. Как вообще эта отрасль развивается в России? Расскажите. Сложностей очень много. Это все... Я приведу пример, например, Европа и России. В Европе намного пользователи отзывчивее в том плане, что монетизация и скачивание. Российский пользователь, он очень... Требователь, не долго думает, мыслительный. Да, он очень долго думает. И на это, конечно же, нужно время, чтобы пользователь принял то или иное предложение. Ну, я как человек, который постоянно связан с телевидением очень много лет, никогда не делала ставку на соцсети. И в нынешних обстоятельствах, конечно, когда большинство блогеров и инфобизнеса потеряли эту площадку, например, для тех предпринимателей, которые работают с пиарщиками, абсолютно ничего не изменилось. Потому что у нас остались другие площадки, которые гораздо более мощные, гораздо более интересные, гораздо более долговечные. И те, которым аудитория доверяет больше. Что это? Конечно, это СМИ, конечно, это телевидение, радио, печать, интернет, газеты, журналы. Ну, ничего страшного, что теперь делать? Вернемся к тем истокам, которые у нас были. Хотя я все-таки не вижу чего-то супер ужасного. И я думаю, что скоро ситуация эта закончится, и все вернется. Но к этому моменту уже все осознают, что соцсети – это не та мощь, которая казалась последние пять лет самой мощной мощью. Ну, вы знаете, наверное, как и все блогеры, мы пытаемся занять разные соцплощадки. Везде мы на виду. Не теряемся со своими подписчиками и зрителями. А что вы думаете насчет Росграмма? Мы великая страна, и мы можем даже создать такую социальную сеть, в которой будут все, и всем будет комфортно и заниматься творчеством, и работать, и бизнесу будет. Я думаю, всем будет комфортно. Что хотелось бы сказать, что сейчас перспективы очень большие в связи с данной ситуацией. Сейчас очень много европейских разработчиков, программного обеспечения, аппаратного программного обеспечения переходят к себе, то есть в Европу, в США. И сейчас очень многие наши потенциальные заказчики обращаются к советскому, можно сказать так, российскому производителю именно программного обеспечения. У нашей личной компании очень много запросов на разработку ПО для схем, для заводов и прочее. Всегда оставаться нацеленными на свои задачи, на свои достижения, и ни при каких обстоятельствах не останавливаться. Это, возможно, банальный совет, но он самый правдивый, самый точный. Это проверено временем, временем. Мне кажется, что это состояние души человека. То есть, когда ты хочешь, чтобы мир вокруг был добрее, светлее, приятнее и душевнее. А какие проекты вы поддерживаете? Мы поддерживаем у нас в Клубе православных меценатов. Есть совершенно разные проекты. Но сейчас все больше связано с ситуацией на Донбассе. И вот в этой части мы отправляем 15 тысяч единиц продукции уже в помощь, что называется, детишкам, которые там, ну, оказались в тех ситуациях, когда взрослые должны как-то позаботиться, и мы чувствуем особую ответственность. Смотрите на то, что сейчас произойдет. Финист – это совершенно другой продукт. В первую очередь, он отличается исключительно исходным сырьем в содержании. Все производители идут по стандартной технологии. Они проходят через угольную фильтрацию, тем самым убивая исходный вкус продукта, исходный вкус спирта. Потом маскируют это сахаром и другими добавками, окисляя продукт, из-за чего впоследствии наутром мы замечаем это в качестве головной боли, плохого самочувствия, сизового выхлопа, перегара. От финиста такого не будет никогда, потому что здесь исключительно другой подход. Мы выбираем самое лучшее сырье и в моменте разливаем. Финист выпускается малыми партиями, он всегда, каждый раз будет при розливе различаться. Наши воды активированы, структурированы. Профилактика и лечение многих заболеваний. Ну, я даже скажу, почти всех заболеваний. Работает на нашем организме очень даже хорошо. По откликам даже наших покупателей постоянных. Также у нас есть научные разработки. Все это представлено в наших вот таких вот буклетиках. Можно взять, почитать. Мы, я говорю, от лица клиники, представлены в номинации «Звездные виниры под седацией», то есть «Звездные виниры во сне». Расскажите, пожалуйста, как начать бизнес с нуля? Ну, для начала должна быть идея, желание. Затем нужны инвестиции, ну и труд. Ну, вообще, любая специализация врача интересна тем, что мы восстанавливаем здоровье, мы помогаем людям. Помогаем людям приобрести улыбку их мечты, то, что они хотели бы, и восстановить, соответственно, эстетику и функцию, самое главное. А скажите, я вот слышала, что вы как-то связаны с Моргенштерном, вы вроде как лечите его зубы, у него там какая-то татуировка, что ли, на зубе. Это вы делали или нет? Вообще, да, так получилось, что с Алишером мы познакомились еще, по-моему, года, уже, получается, года два назад. Долго, долгое время переговоры вели с ним, и затем приступили к лечению. Да, в нашей клинике действительно произведена ему была тотальная реабилитация его зубов, восстановлены все зубы с помощью виниров и накладок, и татуировка, о которой речь идет, конечно же, да, тоже сделана в нашей клинике. Вы знаете, очень важно сочетать красоту с функциональностью, и я в данном случае реализую желание заказчика, заворачивая такую некую красивую картинку, но при этом важно учитывать все пожелания. И тут уже, чем сложнее задачи, тем легче мне их решать. Можно сделать пространство шире, потолки выше, какие-то бывают очень сложные задачи, например, уместить в небольшом пространстве какие-то дополнительные функциональные зоны. Это то, что мне удается. И, конечно, важно вот эту картинку красиво еще реализовать. Наша уникальность – это верхняя одежда, но не просто одежда, одежда, которая с характером, с выраженным почерком, с выраженным характером. Своей одежде мы используем принты, которые созданы в коллаборации с известными современными художниками. Художественные стежки. Это именно наше изобретение. Оно сейчас, конечно, уже пошло в народ, уже, скажем так, повторяют некие бренды. Но в целом, это в нашей истории визитная карточка бренда. Душегрейка – это же русская такая… Да, русская праздничная одежда, которая располагалась возле сердца. И как раз в этом емком условии все ДНК нашего бренда. Это история про душу, про греть. Все коллекции, которые мы делаем, они все имеют какую-то теплую историю внутри себя. Главное не останавливаться. Потому что когда… Ну, сегодня предпринимательство – это такой серфинг, да, когда волны летят с разных сторон совершенно не по правилам. И вот здесь очень важно верить, не останавливаться. Потому что бывают моменты, ну, разные сложности возникают постоянно, в большей или меньшей степени. К ним лучше относиться философски. Ну, как к волне. Сегодня волна, может быть, даже тебя и накрыла. Но главное, что ты жив, здоров, и дальше можно… До встречи с тобой, да, встречи с тобой, да. До встречи с тобой. Можно ли по натальной карте определить род деятельности человека? Ну, по крайней мере, несколько видов тех занятий, которыми он склонен. Да, можно. Но у нас, как правило, нет одного какого-то заданного разбега в какую-то сторону. Обязательно два, три, четыре. Одно из них мы выбираем. Какой-то нам повезет, какой-то, может быть, и нет. Особенность проекта в том, что медитации идут в массы, люди начинают их слушать и в крупных мировых компаниях. Мы развиваем это направление. Теперь у каждого сотрудника появляется возможность использовать медитацию, расширять свое сознание и при этом быть, конечно, намного эффективнее. Вообще эмоции, это прекрасно. Люди их боятся, они боятся их проживать, стесняются, боятся злиться, боятся агрессии. Как раз медитации помогают очень экологично и комфортно проживать эти эмоции, потому что они все нужны, даны нам от рождения. И поэтому они приводят нас в то состояние, в котором мы можем жить, любить и быть полезными для других и прежде всего для себя. Может, друг у друга в голове и день и ночь, я с тобой всегда, ты мой до конца, и не важно, что скажут люди. О их объятиях я снова тону, и мне не страшно, если пойду ко дну. О их объятиях я снова тону, но только в них я полной грудью дышу. Наверное, какие-то определенные качества, которые присущи мне, я хотела бы в адвокате видеть. Понимаете, я как сама, как юрист, как адвокат, оказывая квалифицированную помощь, конечно, знаю законы. Посмотря в чем тебя обвиняют. Но если это тяжкий или особо тяжкий состав, ты без адвоката не можешь. Нельзя, да, по закону, да. Это просто невозможно по закону. Поэтому я как раз, мне было бы важно, чтобы я могла человеку доверять, чтобы он соблюдал адвокатскую тайну, адвокатскую этику, чтобы он был психологом, чтобы он мне мог оказать поддержку, и чтобы в нем было человеческое начало, и чтобы он руководствовался не только буквой закона, но и духом права, чувством справедливости. Любовь к своей деятельности, это верность своему труду, быть честным, порядочным, как самим собой, так и своим доверителем. Вот. И это труд, работа. В первую очередь, это голосальная работа. Это правильное умение правоприменительной практики, находить его, правильно применять этот закон. Потому что закон у нас такой есть принцип, да, куда повернем, туда и выйдет. Мы хотим, чтобы было справедливое наказание, чтобы мой доверитель понимал, что он получил по заслугам заслуженно. Вот это самое главное, социальная справедливость. Ведь не все же люди невиновны. Существуют же действительно люди, которые в чем-то провинились, или тем более, если это уголовное какое-то дело, там кого-то убили, или еще что-то, а вы их защищаете. Нет, у нас действует презумпция невиновности, это первое. То есть принцип такой, то есть пока если не доказано, то есть мы толкуем в обратную, в пользу человека, в отношении которого предъявлено обвинение, или которого обвиняют. Мы как адвокаты, мы просто защищаем интересы доверителя, мы их не судим, мы не оцениваем, мы помогаем. Скажите, а у вас есть какие-нибудь люди, которые к вам приходят, ну, с какими-нибудь нестандартными, может быть, просьбами, или ситуациями? Ну, такого нет понятия, как нестандартное, как нет понятия, там, правильно, неправильно, черное или белое, потому что, например, тьма, это тот же свет, просто замерзший в пространстве. Поэтому понятие, что-то стандартное, нестандартное, такого нет. Мы все индивидуальны, и каждая ситуация, она индивидуальна, она имеет право быть, и имеет право на свое гармоничное решение в этом вопросе. Работать иллюзионистом – это фантастическая профессия, когда ты выходишь на сцену и выставляешь зрителей и себя в том числе поверить в невозможное, поверить в чудеса. Мне кажется, это дорогого стоит. Наверное, минус в том, что я знаю, как делаются эти чудеса. Мне бы хотелось, конечно, порой тоже немножечко быть обманутым, тоже поверить во что-то невозможное, в чудо. Это возможность удивляться по-настоящему. Мы не перестаем создавать новые иллюзии, не перестаем создавать новые иллюзионные шоу. И если говорить про ближайшие, то на майске мы поедем в Сочи и будем поздравлять и гостей города, и самих горожан. Будем поздравлять с 9 мая, с майскими праздниками. Мы готовимся сейчас к этому событию. Самое главное – это держать фокус на конечной цели, на конечном результате, и чтобы различные трудности они не уводили от самой главной задачи, если, конечно, задачей не является борьба с этими трудностями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Акцент у нашей компании идет прежде всего на качество. Качество камня, качество металла, качество подхода к работе. То есть мы отрабатываем с клиентами именно то, что они хотят. То есть здесь идет подбор не только дизайна, но и тех камней, которые будут гармонировать с клиентом, которые будут подходить ему, и подходить не просто, а работать с ним. То есть это такой основательный подход. Я как гемолог и геолог могу сказать следующее, что в России представлена практически вся номенклатура минералогическая. То есть полный спектр разнообразия камней. И мы можем работать с нашими месторождениями, с уральскими месторождениями, с сибирскими месторождениями. У нас есть дружественные страны. Это такие, как Индия, Китай, тот же Казахстан, где тоже есть месторождения богатейшие. Конечно же, я радуюсь, когда мы с наших месторождений получаем лучшее сырье, гораздо лучше, чем из Африки или через других континентов. Вот розовый кварц, который сегодня представлен как лот от нашей компании, он из Мадагаскара. То есть да, конечно, мы уже не получим каких-то камней оттуда, но есть чем заменить. Ну и хотелось бы, конечно, пожелать всем нашим соотечественникам, авторам особенно, которые действительно создают красоту руками. Это очень ценно. Творческого развития. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, как все творческие люди, картинка рождается в голове. Когда мне сказали, что эмблема мероприятия – это росток и должен быть торт черным с золотом. У меня сразу родилась картинка, когда черный с золотым торт, и вокруг много деревьев. Все ярусы разные по вкусу. Так что есть возможность полностью оценить мои профессиональные науки. А какие там начинки? Вишневый с кремом и сливок маскарфона, красный бархат, морковный с карамелью с орехом пекан и фисташка малина. Сегодня все участники мероприятия доказали, что главное – это желание и стремление. Мы желаем вам всего доброго и надеемся увидеть в следующем списке номинантов на победу именно вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok